Такие масштабные работы на мемориале не проводились с 2009 года. Тогда реконструировали скульптурную композицию, стелу и площадку основания, а также монумент с фамилиями. Из бюджета края было выделено 7 миллионов рублей. В этом году сумма значительно больше, но и времена изменились. 45 миллионов рублей потратят на замену плиточного покрытия, бордюрный камень, обновление пандусов, гранитные лестничные марши. Планируют также провести ремонт стилобата, объединяющий скульптурную группу прощания, саму стелу, а также очистить фамилии, расположенные в нишах с горелками вечного огня. Как отметил председатель комитета по благоустройству Петр Воронков, свою работу уже провели специалисты горсвета. Смонтирован силовой щит, устройство заземления, установлен розеточный пост для подключения переносного мультимедийного оборудования. Для подключения акустической системы на территории Мемориала Славы смонтирована слаботочная сеть. Продолжаются работы по прокладке кабельных линий и установке торшерных опор наружного освещения. Глава Барнаула Вячеслав Франк в ходе выездного совещания дал поручение проработать вопрос о привлечении к работам на Мемориале волонтеров. Это место – важный памятный объект для барнаульцев, и особенно важным он становится в преддверии празднования 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, отметил Вячеслав Франк. Большая часть работ по благоустройству Мемориала уже выполнена, территория заметно преобразилась. Все оставшиеся работы должны быть сделаны качественно и в установленные сроки. Мемориал Славы к 80-летию Победы должен быть полностью приведен в порядок. Татьяна Голубева, День Столком.